Танцуй ногами. Подожди, это наша книжка. Давай сделаем? Ой, господи, ну давай. А что, все? Раз, два, три. Три, четыре. Что вы можете сказать... Господи, шо у меня за голосом. Доброе утро. Что вы можете сказать о нынешней ситуации? Охоенно, братан. Как вам водитель такси? Ой, водитель, это просто вот, ну как говорится, приятного полета. Что там? Тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Так, мы ждем наш кофе. Мы летим в Екатеринбург. И крошка-кошка летит со мной. Так что это будет очень крутая поездка. Я буду стараться снимать для вас влоги. Все, можете стараться, она выключилась. Она не выключилась. Будут для вас стараться снимать влоги каждый день. И монтировать, и выкладывать. И чтобы вы видели, как лезть украинка из Праги впервые в Екатеринбурге. Так, давай это. Это на Екатеринбурге. Пожалуйста, пожимай. Чирс. Приятного аппетита. Ням-ням. Чтобы вы понимали, мы уже в Екатеринбурге. А Лена вот там вот, ее не пропустили. Она говорит, что с Украиной. И ей сказали просто ждать. Я поэтому не знаю, куда я поведусь, что с ней будут делать. Надеюсь, что просто дадут миграционку. И все. Будем ждать. Мы приехали. Меня почти пустили. Чуть не пустили. Чуть послали домой. Но все хорошо. Все, до встречи. Пока, пока, хоккейный клуб Орлан. Всем пока. Закрой уши, Егор, опять. Ура! Мы, я кого! Я дома. Я так рада. Мы едем сейчас кушать самые вкусные роллы и курить кальян. И я сейчас так буду кайфовать. И весь месяц буду кайфовать. Ими так будет хорошо. Вот. Ты рад, Егор, что мы приехали? Ну, что я приехал, я рад. Жопа. Так всегда жопа. И все, я самая-самая-самая счастливая. Егор, где самые вкусные роллы Вика Бэ? Кальян-бар как? Джин. Кальян-бар как? Все, мы очень вкусно покушали в джинне. Переоделись, потому что вечер довольно прохладно стало. И решили подавать туристке Лене что-то в Ельцин-центр. И погулять немножко. Хватит. Ельцин-центр. Женщина, как тебе твои первые часы в Екатеринбурге? Давай, Егор. Давай, Егор. Сыщи! Блин, надо, чтобы сняли, знаешь что? Блин, такой фон классный, мне так нравится. А, да. Это кран? Я тебя спасу. Давай, вы хлопайте ей. Доброе утро! Это наш второй день. Мы с Ленкой собрались. Сейчас пойдем очень-очень вкусно кушать в Дурене. Хорят. И Рада, ты хочешь кушать? Я хочу кушать. Сейчас что-нибудь вкусненькое. Поедим. Ой, я сама в таких же. В общем, погода чудесная, настроение прекрасное. Я сегодня выспалась на удивление. Мы заснули вчера где-то в два, грубо говоря. Я тоже почти выспалась. Я проснула и в девять просто такая бодрячком такая, новый день, новая жизнь. Пау-пау. В общем, ладно, мы уйдем есть. Что-то я слишком ору. Я иногда забываю то, что меня здесь все понимают. Так что все. Самое красивое место невелико от дома. Самая красивая женщина недалеко от дома. Просто shopping day. Маме только что колено облизало. В общем, пришлось переодеться, потому что в Екатеринбурге стало как-то очень жарко. Я чуть не умерла, реально. Но теперь хотя бы со связью, потому что у меня есть теперь сим-карта, и я теперь могу нормально с ними общаться. Я очень это не могу. Сегодня уже другой день. Сейчас мы с Леночком встали в девять утра. Вот вы скажете, ну и что девять? От девнадцать до рано, потому что мы в Чехии сейчас. В Праге сейчас шесть утра. Поэтому не очень, конечно, приятно так вставать. Но ладно. Сегодня мы будем фоткаться. Кофе готовится. А это мама сделала мороженый торт. Искерба, банана, тут орехи, что-то еще. Я думаю, тебе из-за банана кажется, что творог. Все ли в порядке с тобой? Я не буду вам ее показывать, потому что это ужас. Сейчас как развяжу. Ой, она попала. Очень жарко, но слава богу, есть ветер. Чисто в Париже. Смотрите, какой у Егора крутой кот. Вот один из... Смотрите, какая они прикольная морда. Подожди, смотри. Ну, короче, вот так вот, да. А я с ней такая в платьишке красивом. Мы пофоткались. Я шурум, я там много не снимала, потому что было очень жарко. А вот там вот его второй кот. Только его не видно. Но не суть. Прости, пожалуйста. Только не показывай, там сигнализация. Так вот. Ну, а пофоткались очень круто. Сейчас мы с Егором пойдем делать подарок. Да, он идет. Вот второй котяра. Хочется? Вот, смотри, он чертский понимает. Ладно, пока коты. Я как Ирка сейчас сказала. Егор, ты рад, что ты сделал такой выбор в своей жизни, как я. Иди, я сейчас пойду. Ладно, пока. А ты что, ты тоже куда-то пошел? Ну, пошли вместе. Ты можешь не сбегать, как будто бы ты футболист, который тренируется? А ты побежал со своими накачанными икрами. А, давай, 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 давай. Давай, давай. Это что такое? Ты спайс рекламируешь? Кто как зарабатывает, ребята? Ну, спайс рекламирует, например. Я продаю свое себя. У нас номер? Какой? Ю-ху. Ю-ху? У нас номер Ю-ху. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, на что вы только смотрели, на что идем? На человека-осу? Ой. Пришли покушать мистер Чанг Гориньвича. Я себе заказала особу. Причневый со свининой, но без омлета. Он с омлетом. Ну-ка, Егор, как тебе перчик чили? А свежий так вот иди. У тебя тут вена вспомнила. А он еще только говорит, ой, говорит, столько у тебя перчик чили, говорит, мне накидать можешь, потому что я острое общение ем. Так я накидала. Пиздец. Так ты же потом продрестаешься, Егор. Так вот в кино пойдем. Я расскажу, что там было. Я на полфильм увидел. Я тебя поняла. Приятного аппетита. Спасибо. Единственное, что я могу вам сейчас сказать, это то, что я действительно разучилась снимать влоги. Кстати, не переживайте, на бровях у меня тату-брау от Maybelline. Поэтому они такие темные, я жду, когда застынет. Но, ребята, это просто... Я обрабатывала влог, такая думаю, вот сегодня сниму новый. Обработаю пока есть время с первых дней видео. И я поняла, что мне нужно, ну, типа первых четыре дня, включая этот, сделать в один влог. И хотя бы, чтобы одна была разговорная часть вот эта, где я вам объясню вообще, что, как. Потому что я действительно то ли начала больше стесняться, то ли я начала больше думать о том, что никому не интересно. Скорее всего, просто так и есть, но неважно. Я хочу вам сказать, что... Что вообще происходит? Моя подруга Лена, просто вдруг кто-то из вас не понял. Моя подруга Лена, мы с ней очень близкие подруги из Праги. Она сама из Украины, она впервые приехала в Екатеринбург, потому что здесь я, ее молодой человек. Как-то так. Сегодня у этого молодого человека, многие его знают, Савелий Лейки и Феликс. День рождения, нужно ему будет позвонить, как только он проснется, поздравить. И вчера и сегодня она с ним праздновала, празднует. Вот. Мы вчера с Егором, как вы могли видеть, я снимала его котов, и потом мы с ним пошли на Человек-муравей и Женщина-ассали, как это называется. Лично для меня этот фильм показался очень скучным. Несколько раз я заходила в телефон. Может быть, на английском языке он понравился бы мне больше, но я просто давно не смотрела в кинотеатрах фильмы на русском языке. И мне он реально показался таким просто обычным, такая какая-то семейная мелодрама-комедия. И, ну не знаю, как-то я ждала больше, потому что это Марвел. Мне хотелось каких-то интересных штук, сражений. А там просто о том, как Коуп хотела спасти свою мать спустя столько лет. Ну не знаю, короче, мне показалось это очень странным все. Разочаровалась. Лучше бы, я думаю, мы бы пошли на судную ночь. На него я тоже очень хочу. Сейчас у нас в Екатеринбурге дождь. Я просто когда прилетела, я очень удивилась, почему у нас такая хорошая погода. Тепло, все дела. Ну вот вам, пожалуйста, такие красивые тучи. Очень большой ливень. И сегодня, так как Лена с Савелием, Егору нужно встретиться с подругой, я решила, что я как раз съезжу и увижу со своей бабушкой, наконец-то. Мне нужно ей передать подарочки. Я возьму с собой свою Манрошу, чтобы она одна не скучала. Вот, но, ребята, я реально не знаю, что делать с тем, что я... Как я раньше это делала? Я снимала просто все. Я снимала, что я ем. А сейчас такая, типа, нет. Ну и ладно. Ну и вы не переживайте. Я в Екатеринбурге буду целый месяц. И помимо влогов, также я буду стараться снимать для вас обычные видео. Я взяла с собой камеру. И... У меня уже есть парочку идей. Но я думаю, что я бы хотя бы немножко что-то объяснила. Кстати, еще. Я не понимаю, почему в самом начале влога так сильно фонит микрофон. Я очень боюсь, что у меня что-то за GoPro случилось, чего бы мне искренне не хотелось. И... Извините меня за это шуршание. Просто я решила, чтобы брать GoPro для Екатеринбурга для снимания... Сейчас была молния. Можно еще раз? Решила, что GoPro для влогов это будет более удобно в Екатеринбурге, Потому что я часто здесь куда-то хожу. И GoPro достать намного быстрее. И... Я просто знаю, что здесь намного строже в плане съемки в каких-то общественных местах. И я подумала, что GoPro не будет вызывать такую реакцию, нежели большая камера. А можно еще, пожалуйста, молнию? Я решила, что надо как-то нормально закончить влог, а я извиняюсь за мой вид. Но да, вот такие были наши первые дни в Екатеринбурге. И я надеюсь, что вам хоть капельку понравилось, и хоть капельку было интересно. Я буду стараться снимать для вас также обычные видео, я уже об этом говорила. И да, а сегодняшний день, сегодня у нас уже девятое число, если я не ошибаюсь. Сегодня я буду снимать, думаю, для вас отдельный влог, потому что мы будем ходить, если на этот магазин, я надеюсь. И также увидимся со своими ребятами, друзьями, куда-нибудь пойдем тусоваться. Вот, ну а на данный момент я с вами прощаюсь, я вас очень сильно люблю. Пока.